здорово ребятушки с вами ладушки продолжаем мы бихолдера уж не знаю продолжаем или может прям таки заканчиваем сегодня я еще не уверен не знаю я еще не ну как бы у меня такое ощущение что у нас осталось очень мало людей в нашей семье так могу тебя еще пошантажировать это у меня деньги резко закончились над свою квартиру кстати обыскать была у меня где-то краска или не было так ты на тебя характеристику можно ставить собранные улики ты у нас в квартире номер два шантажное письмо квартира номер два кому ривана вот так 62 тот же самый стандартная даже запомнил блин сейчас за чтение книг всех сажать отправить блин рапорт отклонен неверные данные субъект под защитой государства то есть видите я отправил на него рапорт и меня за это оштрафовали на 100 на 100 денег блин а ты еще у нас все куришь пойдем эти на тебя характеристику составим пожалуйста эти то есть я должен был составить этот рапорт но все равно же меня еще и оштрафовали за неверное толкование ну красавцы вообще так номер два составить характеристику квартира номер два как-то там ривана ривана женский 1 оператор конвейера раз два таблитосы глотает и курит нервная жизнь у человека опа печать листовок а могу ли я теперь составить на него за печать листовок или опять получил сотню штрафа вот мне сейчас интересно так это у нас что считается делать антиагитационные плакаты а это какая директива погодите запрещено тата 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 а вот это сюда входит 6038 папа папам антон грубец из квартиры номер может на его нафиг на него что-то составлять из квартира номер пять по-моему я сейчас зря делаю до нарушил директиву 6038 это было давно от 1 сентября до тоже было давно и улику пожалуйста в студию вот это вот отправить да он под защитой государства в общем зря я все делаю шантажировать его тоже бесполезно где мне взять краски стоп 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 сейчас вот это вот выйдет я у нее краски поищу осталось 13 часов он у нас еще и двойной агент так во первых сюда посмотрим если она попалась на нет входим давайте с дальнего угла начнем это у нас добавка к характеристикам фиговые краски делом краски то возьму и она нажирается просто в хламину а ты ищи рыба 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 это незаконно ребят поняли не храните у себя рыбу ну по идее это преступник преступник прям рыбу хранит все я думал у нас сюда все уходят кстати неплохо можно пошариться недоделанное устройство прикольно где тебе краски то возьму карл он еще уезжать собрался книга понимаете посадите его не могу потому что он правительственный агент у нас ухаваришь теперь вот это составление характеристики кажется таким нелепым занятием так у тебя шахматы бутылки бабуля краски отдай пожалуйста я еще в эту квартиру могу потом сходить наверное зачем лезвие бабушки зачем лезвие бабушки о на тебя характеристику можно будет написать огромнейшую так антон собрался валить давайте посмотрим что у него есть может мы твои же краски тебе отдадим мы у него сейчас краски найдем листовки шлистовки пустые бутылки о бабульки вернулись блин они все вместе кстати вернулись одним скопом теннисный набор о этот чувак уехал блин один час я не успею это понятно что он ноль часов так не говорите мне пожалуйста что меня за это расстреляет или еще чего-нибудь так чувак у меня до сих пор ни одной камеры утип черт он типа вы не смогли помочь нашему товарищу чёртов телефон не вовремя чёртов хочу звонок принять частный приветствую карл есть у вас для меня информация работает на правительство грубит с меня измучил меня он работает на правительство нате вам он не напечатал листовки о нет листовки он как раз напечатал но содержание их совсем не то которое вам нужно если бы вы проследили распространили их на стачке как и планировали то выставили бы себя на посмешище вы правильно сделали что рассказали мне потому что правительство и так настроено против меня если что я думаю что с этой организацией посмотрите этому к казимиру и задору мы помогли этому получается так не говорите ему что мы знаем пусть делает то что должен деньги уже должны были перейти на ваш счет полтора штуки такие себе деньги где высокий он идет сюда стой он домой идет он вообще из дома не выходит тварь так хорошо значит фиг с ними с красками по идее мне это не нужно я хоть чуть-чуть понаблюдаю что делает этот перец я вообще не знаю кто он так чувак у нас уезжает и как бы фиг с ним свободная квартира у нас есть я могу кого-то подвал а подвал это где я живу сонора войко сдать у меня была отремонтированная квартира вот так все нормально может я и эту туда комментирую я не могу ее заселить никем так все Антоша уехал у нас двойной агент что бил о какая-то тетушка такая чешет а ладно 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 я понял так проверим нет ли у нас тут никаких денежат не завалялся хотя нет сейчас мы вот эту будем еще блин я мог заработать на характеристиках для Антоши ладно давайте заработаем на характеристиках под нашу бабульку она там еще и виновата в чем-то но это другое давайте-ка составить характеристику на квартиру номер один ты ой да маргарет зауэр динозавр так женский папа живет одна и ты у нас библиотекарь вот что ты у нас всего всякого умеешь могешь и хочешь я на тебе прям штуку заработаю отправить фига ты рыдаешь громко на три хаты но она явно несчастна так мне вот что интересно квартира номер один шантажное письмо директива про книги это вот туда где-то повыше шестьдесят пятьдесят два это я помню я не помню какое число двенадцатое число по моему шестьдесят пятьдесят два двенадцатого числа если я не ошибаюсь отправить шантажное письмо а это ты у нас ржешь фига себе идем познакомимся так я карл управляющим домом будь здоров карл я сумара войка надолго к нам не знаю пока приехал за покупками вождом посоветовал мне мой брат лео гвиздек он он помог сестре с жильем я понял вот это кстати прикольно помните его да конечно смысле конечно его помню о по о давайте без погромов пожалуйста что жалец проигнорировал шантаж бабулька оказалась крепко выдержанной Рабочие наше... Номер 17 устроили с тачку. Шахта закрыта, рабочие уволены. Пострадавший госпитализировал в лазарет при 4-м КПЗ. Теперь к новостям культуры. 21 декабря у всех дома культуры состоится праздничный концерт ко дню рождения нашего великого дорогого вождя. Принимайте заявки на самодельные номера. Шахта сгорела, сотни пострадавших, а они пишут про дни рождения ВДВ. Мы поняли хитрый план, а не боятся огласки, реальных фактов. Шахтеров жалко. 21 декабря будем пить за ВДВ. За ВДВ! Выборы, выборы. Тьфу, да. Это у нас было... Если я сейчас еще и третий раз... А, вон он, я тебя вижу. Блин, он вообще не выходит. Тайная такая личность. Я никак у него чертова камеру установить не могу. Вы офигели? А я могу сюда попасть? А зачем? Вы живете в самой лучшей стране в мире. А остальные страны испытывают к вам одну лишь зависть. Офигеть! Каждый гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. О, познакомиться. Я Карл, управляющий этим домом. Что тут происходит? Юстас Маркович, а это мобильный пункт агитации. По расписанию мы будем на этой точке четыре дня. Наслаждайтесь, Карл. Четыре дня! Давайте договоримся, и вы поедете дальше согласно вашему расписанию. Как работает эта машина? Да как, очень просто. По сути, это большой радиоприемник на колесах. На панели требуется выставить нужную частоту, но еще подкрутить пару настроек, о которых вам знать не положено. Договоримся, может? Нет, это будет нарушение моих обязанностей. Ровно четыре. Свали к черту! Давайте представим, что Министерство развития совершило прорыв, и вы можете ускорить ход времени. Одно нажатие на кнопку, и вам пора уезжать. Давайте! Каких-то 500 баксов? Ох, к сожалению, но ключи от агитационной машины у меня в кармане не появилось. Не работает. Ах ты тварь! Ты у меня 500 баксов забрал! А ключи мне дадут строго по расписанию. А как же деньги? Деньги мне пригодятся, спасибо. Но чтобы вы не почувствовали себя обманутым, желаю вам здоровья и хорошего настроения. Сволочь. Реально сволочь. Пистолет у кого можно купить? Смелюсь напомнить вам, что совсем скоро мы будем праздновать день рождения нашего великого вождя. И до этого знаменательного дня Министерство чистоты языка объявило год без ругательств. Так что осторожнее со слайдами, тогда с 1 декабря вас могут оштрафовать. Но помните, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые супостаты вероломно поднимают в сторону нашего великого государства. Нет, я не хочу это слушать 4 дня. Благодаря нашему мудрому вождю. Аааа, оно в квартирах, оно везде. Наблюдай за окружающими, выявляй саботажников и докладывай о них. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудовую славу. Поговорите о Гвиздоке. Как дела у вашего брата? Бросил работу, пьет. Он помог моей семье переехать к нему на север. Живем все в одном большом доме. Остаток денег потратил на породистых кур. Хотел разводить их и продавать в заводскую столовую. Но на первой заморозке они все попередохли. Он ел их и плакал. А я приехала за шубой. За шубой? Да, я сказала Лео, что раз он меня перевез к себе, то пусть и шубу покупает. Там такой холод. Забрала у него деньги, пока он их не пропил. А у нас шубы только из собаки. Вот я и приехал сюда. Может, тут найдет что-нибудь приличное. С чего он вообще решил разувать кур? Я посоветовала. Моя знакомая не знала, кому этих кур сбыть. Вот и предложила брату. Вы знали, что они сдохнут? Что вы? Конечно же нет. Просто помогла подруге заработать. Ты променяла брата на подругу? Ты тварь или где? Так все деньги уже закончились? Ну да, переезд, ремонт в нашем доме, куры, шуба. Не так и много этих денег было. Если бы вы помогли вложить деньги в хорошее дело, их было бы больше. И нам бы хватило на дом отдыха. Вы серьезно? Мой брат Тюфяк, который дальше станка ничего не видит. Победи я, вложила бы все деньги и приумножила их. А вы такой же Тюфяк. Ах ты тварь. Вам не кажется, что тратить остаток денег на шубу это плохая идея? У вас же дети. У них есть пальтишки. Ничего с ними не случится. А я шубу хочу. Чтобы отбить яростные атаки врагов и отстоять свое право на жизнь, тебе хана. Мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия едины. Едим мы. Честь и совесть нашего государства. Тебе хана. Это наш великий рулевой. Слава нашему мудрому вождю. Пусть дети лучше с этим Тюфяком останутся. Я тебя посажу сейчас. Дай мне ту тысячу. Каждый гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Лампочки запрещенные, кстати. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. Но помните, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые супостаты вероломно поднимают в сторону нашего великого государства. Рассеиваются благодаря нашему мудрому вождю. Гражданин, будь бдителен. Наблюдай за окружающими. У тебя лампочка, я тебе за лампочку покажу. И докладывай о них. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудовую славу. Чтобы отбить яростные атаки врагов и отстоять свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия едины. Ум, честь и совесть нашего государства это наш великий рулевой. Слава нашему мудрому вождю. Как же он мозг выносит. Вы живете в самой лучшей стране в мире. А остальные страны испытывают к вам одну лишь зависть. Каждый гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. Но помните, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые супостаты вероломно поднимают в сторону нашего великого государства, рассеиваются благодаря... Фух, получить задание министерства. Давайте частный звонок. Здравствуйте, Карл. Это Дантон. Снова наша организация. Вы нужны мне просить вашей помощи. Что на этот раз? Вы заметили, что у вашего дома стоит агентационная машина? Да, блин, как тут не заметишь? Ее сложно упустить из виду. Она без остановки очень громко вещает уже который день. Никто из жильцов не может толком выспаться. К сожалению, отсутствие сна лишь меньше USB. Самое ужасное содержание, которое этот драндулет вливает в уши наших граждан. У нас есть план, как получить преимущество в нашей работе. Если не понадобится никого убивать... Ну что вы, Карл, как можно? Мы всего лишь хотим использовать это чудо-политтехнологии для трансляции собственных идей. Каким образом? От вас требуется всего лишь найти способ поменять волну, которую транслирует агит-машина. Запомните, частота 101,9. Погодите. Я лучше запишу, я тут не могу номера квартир запомнить. 101,9. Да, хорошо. Это что? Пиратская радиостанция? Вы очень проницательный, Карл. Надо ли говорить, что мы вам хорошо заплатим за эту работу? Как только мы услышим нужную программу, на ваш счет перечислят деньги? По-моему, за мной сразу приедут. Ладно, согласится. Черт с вами, я согласен. Это не выглядит слишком сложным делом. Спасибо, Карл. Новое завтра вас не забуду. Нашему мудрому вождю. Гражданин, будь бдителен. Наблюдай за окружающими. Выявляй... Набрать номер? Спросить дату рождения вождя. Все граждане нашей страны обязаны помнить эту светлую дату. Надеемся, что штраф освежит... Саботажников! Собака! А, я знаю, 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 знаю. Империализм. В смысле дату вождя? Через 4 дня. 21 сентября. Значит, 25 сентября это его дата рождения. Хорошо. Интересно, сколько был штраф? Ладно. Входячи звонок. Министерство. Министерство порядка. Добрый день, Карл. В город приезжает знаменитый генерал Эйрель Джонсон. Несмотря на то, что он уже давно находился на заслуженном отдыхе, Джонсон согласился прочитать курс лекций в университете. Также запланировано его выступление на стадионе перед школьниками для улучшения их патриотического настроения. Вам необходимо в самые кратчайшие сроки заселить его в дом. Что еще? Ну, учитывая все предыдущие заслуги Эйрела, государство берет на себя всевозможные расходы. Ваша задача, как государственного служащего, обеспечить Джонсона всем необходимым. Выполняйте любые его просьбы в дань уважения к его подвигам и заслугам. Но никаких нового министерства компенсирует вам расход после того, как Джонсон съедет. После. Выполняйте. Затмить нашу трудовую славу, чтобы отбить яростные отдачи. Я ее сейчас составлю на нее характеристики и посажу. Так, почтение, почтение, торговать, торговать. Посмотрите. Мне понадобится рискать, я уверен. Государство, это наш желикий руевой. Слава нашему мудрому вождю. Посмотрим. Я уверен, что... Вы живете в самой лучшей стране в мире, а остальные страны испытывают к вам одно... Поговорить про машину. Про эту машину, что именно? Пять тысяч! Узнать, как изменить самостоятельно. Пятьсот авторитета? Да. Ладно. Все-таки чиновник государственной службы. Кажется, что вам можно сказать... Во-первых, вам нужно подождать, когда уйду. При мне гражданские какие-то... Кагитационные машины не должны подходить. Во-вторых, снимите отвертки защитные панели. Отвертка нужна, я понял. В-третьих. Настройте нужную частоту. Частота настраивают в управлении. А я регулирую громкость и перевожу машину по точкам. Устраивают в управлении. И последнее. Видите, кот? Это день рождения нашего вождя. Ну, лишь зависть! Каждый гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. Я не помню, если мне есть отвертка. Видите, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые супостаты вероломно поднимают в сторону нашего великого государства, рассеиваются благодаря нашему мудрому вождю. Блин, я, по-моему, не того заселил. Кажданин путь бдителем. Наблюдай за окружающими, выявляй саботажников и докладывай о них. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудовую славу. Чтобы отбить яростные атаки врагов и отстоять свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия едины. Ум, честь и совесть нашего государства – это наш великий рулевой. Слава нашему мудрому вождю! Вы живете в самой лучшей стране в мире, а остальные страны испытывают к вам одну лишь зависть. Каждый гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. Но помните, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые супостаты вероломно поднимают в сторону нашего великого государства, рассеиваются благодаря нашему мудрому вождю. Гражданин, будь бдителен, наблюдай за окружающими, выявляй саботажников и докладывай о них. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудовую славу. Чтобы отбить яростные атаки врагов и отстоять свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия едины. Ум, честь и совесть нашего государства – это наш великий рулевой. Слава нашему мудрому вождю! Эта штука везде! Вы живете в самой лучшей стране в мире, а остальные страны испытывают к вам одну лишь зависть. Каждый гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. Сдать. Но помните, что завистливый враг не дремлет. О, ты играешь на чем-то, конечно, вообще-то противно. Хватит! Ааа, это бесит! Рассеиваются благодаря нашему мудрому вождю. Гражданин, будь бдителен, наблюдай за окружающими, выявляй саботажников и докладывай о них. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудовую славу. Чтобы отбить яростные атаки врагов и отстоять свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия едины. Ум, честь и совесть нашего государства, это наш великий рулевой. Слава нашему мудрому вождю! Я говорю с жильцами обращаться ко мне, если что потребуется, но в случае даже не представляю, как быть, Альберт. Вас ведь так зовут. Угу. Да, хорошо. Так, 25-е деньг. Читай, читай, читай. Гражданин, будь бдителен, наблюдай за окружающими, выявляй саботажников и докладывай о них. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудовую славу. Чтобы отбить яростные атаки врагов и отстоять свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия едины. Ум, честь и совесть нашего государства, это наш великий рулевой. Так, эту комнату я обыскал. Слава нашему мудрому вождю! Это он супчика поел возвращается, хорошо. Вы живете в самой лучшей стране в мире, а остальные страны испытывают к вам одну лишь зависть. Валь, чтоб тут вздох, просто серьезно. Гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. Я могу его сдать за книгу, нет? Вы понимаете, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые супостатые вероломно поднимают в сторону нашего великого государства, рассеиваются благодаря нашему мудрому вождю. Гражданин, будь бдителен! Я не прочитал поиску, я только сейчас то сказал. Нарушил дирекцию 652. Выявляй саботажников и докладывай о них. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудоу. Словую славу! Чтобы отбить яростные атаки врагов и отценить свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия единый ум, честь и совесть наше государство. На самом деле это не проблема. Карл Штейн за икру, выписанную на имя генератора. Икру ты выписал, да? Икру! Мое почтение, торговать. Я отвертку хочу, чувак. Посмотри. Нашему мудрому вождю. Все, мне нужна будет отвертка, чтобы раскрутить этот ворожак. Вы живете в самой лучшей стране в мире. А остальные страны испытывают к вам одну лишь зависть. Каждый гражданин нашей... А, входящий звонок частный. Это снова Дантон. Да, зашла информация, что в вашем доме проживает некий Джонсон. Да, это отставной генерал, который, по-моему, будет читать какие-то лекции в университете. Погодите, университет разве не закрыли? Я слышал, что еще запланировано какое-то выступление на стадионе. Если я прав, то это всего лишь прикрытие. И этот человек может оказаться генералом, специализирующимся на подавлении мирных демонстраций. В наших кругах он уже давно известен, как мясник из Эглоу. Два года назад он буквально утопил в крови город с таким названием. Более 600 человек погибло. Несколько тысяч мирных граждан получили серьезные ранения. Эглоу и так был небольшим городком. После этой операции он практически перестал существовать. Часовая фабрика, городообразующие предприятия закрыта. Теперь это очередной город-призрак. Это далеко не единственный случай. Давайте угадаю, хотите, чтобы я нашел что-то, подтверждающее ваши догадки? Да, вы абсолютно правы. Мясник, помимо всего прочего, руководит военной операцией «Тукан». И был награжден за нее. Что это за операция? Настоящая мясорубка. 400 новобранцев выпустили в поле против танков. Их лишили сначала мозгов, затем будущего. Превратили в фарш. Простите, мне трудно говорить об этой эмоции, там погиб мой племянник. Сочувствую. Найдите доказательства, что этот генерал имеет отношение к той операции. Если это он, позвоните мне. Страны получают все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Я не дообускал его вторую комнату. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. Но помните, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые супостаты вероломно поднимают. Я не могу это читать. В сторону нашего великого государства рассеиваются благодаря нашему мудрому вождю. Можете выключить звук на видео сейчас, поставить на паузу и почитать. Будь бдителен, наблюдай за окружающими, выявляй саботажников и докладывай о них. Не позволю агрессивному империзму затмить нашу трудовую славу. Чтобы отбить яростные атаки врагов и отстоять свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия едины. Так может ты пойдешь кофейку попить? Узнать, когда начнется смена. Вам не пора домой? Да как вам сказать? Мне бы подождать, а лучше выпить. Организуйте мне бутылку ром и с удовольствием пойду в свой барак. Вас понял. Принести механику выпивку. А вот снова я. Я уже замерз на этом ветру. Ничего, скоро согреетесь. У меня нет Рома? А это как? Вы живете в самой лучшей стране в мире. Остальные страны испытывают к вам одну лишь зависть. Каждый гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Сахар, хлеб и поощрительные грамоты. У меня нет столько денег. Но помните, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые супостаты вероломно поднимают в сторону нашего великого государства. Айди ты нафиг, я себя не видел-то. Благодаря нашему мудрому вождю, граждане... Что вы делаете? Извиниться, уйти. Да-да-да, уходите. Штанин, будь бдителен. Наблюдай за окружающими. Так, этот пошел поужинать. Выявляй саботажников и докладывай о них. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудовую славу. Чтобы отбить яростные атаки врагов и отстоять свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия едины. Ум, честь и совесть нашего государства — это наш великий рукой. Ладно, знаете что, этот чувак меня вообще не напрягает. Меня напрягает вот этот чувак. Слава нашему мудрому вождю. Пусть он хавает, пусть он разговаривает. Самой лучшей стране в мире. А остальные страны испытывают нам одну лишь зависть. Каждый гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. Но помните, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые супостаты вероломно поднимают в сторону нашего великого грамота. Государства рассеиваются благодаря нашему мудрому вождю. Гражданин, будь бдителен, наблюдай за окружающими, выявляй саботажников и докладывай о них. Нет, 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 стоп. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудовую славу. Чтобы отбить яростные атаки врагов и отстоять свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия... А, у галстуки нельзя носить, точно. Честь и совесть нашего государства. Это наш великий рулевой. А, пропагандист. Слава нашему мудрому вождю. Так, звоним. Вы живете в самой лучшей стране. Дантону. Это тот самый Джонсон. Я нашел медаль за участие в той операции. Чертов мясник. Карл, мне не тяжело просить вас об этом, но вы должны помочь мне устранить это чудовище. Что? Он в своем уме? Карл, трудные времена, требует трудных решений. Он не остановится. Он будет продолжать делать то, что умеет лучше всего. Устранить неугодных и инакомыслящих. Судя по тем методичкам, которые попали нам в руки, его методы уже носят технический характер. И в этом отношении к мирным людям и студентам, они тоже дети, Карл. Возможно, вы правы на убийство. Лес рубят, щепки летят. Он не должен жить. И он не должен выступать на стадионе перед школьниками. Это не человек, это монстр. Вы поможете мне? Да, его надо валить. Он тратит мои деньги. Не верю, что я это говорю, но хорошо, что я должен сделать? Вы правильно поступаете. Поверьте, это верное решение. У нас мало времени, поэтому на вскидку есть только три способа устранить его. Самое простое это отравление. В этом случае вам ничего не грозит. Спишут на несчастный случай или на ошибку. Всем известна его невоздержанность в еде и алкоголе. Проблема в том, что мы не успеем найти для вас яд. Какие еще варианты? Есть другой способ. Там больше риска. Вам нужно будет выманить мясника на угол дома. И там с ним разберется наш... Может, надо было снотворное купить? Черт. Наш стрелок. А если он промахнется? Джонсон сдаст меня. Он не промахнется. Полагаю, Джонсон потерял двоих сыновей. Он уже ждет на месте, так что вам нужно всего лишь обеспечить там присутствие генерала. Есть и третий способ. Самый действенный, но связанный с последствиями для вас. Вам нужно передать ему коробку с бомбой. Джонсон не откажется принять ценный подарок от поклонников. Понимаете меня? Да, насколько я понял, он очень тщеславен. Верно. В нашем доме... В вашем доме произойдет взрыв. Да. Но лишь в его квартире. И мы это компенсируем, как сможем. Подарок с начинкой я вам выдам. Но выбирать способ уничтожения этого ублюдка вам. Помните, времени у нас не так много. Скоро генерал съедет. Коробку передаст нас человек на углу дома. Не в мире, а остальные страны испытывают к вам одну лишь зависть. Каждый гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. Но помните, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые супостаты вероломно поднимают в сторону нашего великого... Нам не следует говорить. Возьмите подарок для моего кумира. ...государства рассеиваются благодаря нашему мудрому вождю. Я попробую... ...гражданин, будь... ...познакомиться. Добрый день. Я Карл Павлевичен. Я помогу... Эрол Джонсон, генерал отставки. Прибыл для провождения мероприятий по повышению патриотизма среди молодежи. На лодку я проведу несколько выступлений и лекций, а после поеду дальше. Нести просвещение в массы. Воспитание в детях верности нашему великому государству и приверженности идеям дорогого вождя. Моя главная задача. Ваш приезд это честь для меня. Заключительное выступление на стадионе перед школьниками. Обязательно приходите с детьми. Ха-ха-ха. Были бы они у меня. На основе программа призыва из-за парты в окоп. Делаем из пацанов настоящих мужчин по ускоренной технологии, так сказать. Будителем наблюдай за окружающими... Поговорить про страну, про войну. Выманите с квартиры. Эрл, привезли шампанское для вас, но там несколько сортов, и я не разбираюсь в нем. Не могли бы вы выйти и решить, какое принести? Карл, эта проблема легко решается. Несите сюда все. К сожалению, это невозможно. Часть этого шампанского предназначена для министра. Какая разница, почему нельзя принести его сюда? Я здесь, так сказать, и выберу... Убедить! Эрл, некогда возиться с этим шампанским. Нужен такой военный ветеран, как вы. Некогда. Эрл, неужели такой ветеран, как вы, не может дойти до угла дома? Хорошо, хорошо, Карл, вы правы. Иногда нужно показывать окружающим, что я полон сил. До свидания. Выявляй саботажников и докладывай о них. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудовую славу. А, я с тобой еще и не знакомился. Ты меня два раза ловил в свою квартиру, а с тобой еще не знакомился. Я Карл, управляющий этим домом. Анджей Ротхар. Жду призыва на фронт. Ой, блин, вы доброволец? Так точно. Узнать новости. Что нового? В следующий раз выберу дом с немым управляющим. Чтобы отбить яростные атаки врагов и отстоять свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия едины. Ум, честь и совесть нашего государства – это наш великий рулевой. Слава нашему мудрому вождю. Вы живете в самой лучшей стране в мире. Мне нужен ром, чувак. Почтение, почтение, да-да-да. Так, это виски. А мне нужен ром. Вино. Покупаем ром. Враг не дремлет. Волны террора, которые супостаты вероломно поднимают в сторону нашего великого государства, рассеиваются благодаря... Принять звонок, экстренный вызов. Министерство порядка. Карл, как так вышло, что генерал Джонсон был убит на территории вашей... Не на территории! Не отчитывается перед нами в своих передвижениях. Выходит из дома без охраны. Была ошибка, я предупреждала, ведь враг не дремлет. Это очень печальное событие для всей нашей великой отчизны. Ждите новых распоряжений. А как быть с компенсацией счетов Эрла? Карл, о компенсации не может быть и речи. Вы потеряли всего лишь деньги, а страна потеряла одного из лучших граждан. Радуйтесь, что вас не арестуют за халатность. Нашему мудрому вождю! Гражданин, будь бдителен! Наблюдай за окружающими! Выявляй саботажников и докладывай о них! Звали в закат! Принести выпивку. Вот снова вы, Карл. Я уже замерз на метро. Принес вам ром. Отлично. Как говорят, у нас на службе один в информационном поле не воин. Ну, я пошел. Не позволим агрессивному империализму затмить нашу трудовую славу. Чтобы отбить яростные атаки врагов и отстоять свое право на жизнь, мы пойдем своим путем и докажем, что народ и партия едины. Ум, честь и совесть нашего государства – это наш великий рулевой. Слава нашему мудрому вождю! Вы живете в самой лучшей стране в мире, а остальные страны испытывают к вам одну лишь зависть. Каждый гражданин нашей страны получает все необходимое для счастливой и беззаботной жизни. Мыло, сахар, хлеб и поощрительные грамоты. Но помните, что завистливый враг не дремлет. Волны террора, которые супостаты вероломно поднимают в сторону нашего великого государства, рассеиваются благодаря нашему мудрому вождю. Гражданин, будь бдителен, наблюдай за окружающими, выявляй саботажников и докладывай о них. Не позволим агрессивным... Получить задание Министерства. Добрый день, Карл. Вам необходимо в самые кратчайшие строки заселить дом известного научного работника Ингу... Ой, блин, выполняйте. Агрессивному империализму затмить... Знаете что, ребят? Давайте, как раз у нас сейчас прошло автосохранение. На этом мы пока что закончим. Нифига это не последняя... Тут еще играть и играть. Просто у меня было такое ощущение, когда вся семья умерла, все дела. Но на самом деле тут еще играть и играть. Поэтому, черт побери, там не сходится. Сейчас 21 сентября. Он сказал, через 4 дня день рождения великого вождя. По сути, день рождения великого вождя должен быть 25 сентября. Но там даже сентября нету. По телефону я не могу это узнать. А у кого я могу это узнать? Это мне нужно пойти и как-то... Ой, даже, блин, не знаю. Надо будет искать, когда этот черт в день рождения этого чертова великого вождя, чтобы ему крутилось в гробу, как в динамо машине. Все, ребятушки, на этом заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек, всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok